Ну вот и наступил конец марта. Самое время заняться рассадой. Правда, многие огородники уже рассаду посадили, но я стараюсь не торопиться, потому что в конце марта самое солнышко, рассада не вытягивается, растет веселенькой, зелененькой, коренастой. Так, что мы делаем сначала? Сначала надо проверить семена, потому что семена сейчас не всегда хорошего качества. И чтобы не гадать, взойдет, не взойдет семечко, я всегда их проращиваю вот в таких вот баночках на мокренькой салфеточке. Здесь у нас все хорошо проросло. Обычно я сажаю рассаду вот такие вот пластиковые баночки из-под сметаны или в пакетики из-под кефира. Ну что ж, насыпали баночку землю, сейчас мы будем сажать наш проросточек. Так, ямку роем, берем осторожненько пинцетиком, стараясь не повредить. Ого, вот. И укладываем нашу ямку. Так, присыпали, теперь поливаем, ставим в теплое место и следим. Как только покажется росточек, сразу же немедленно надо переставлять на светлый подоконник. Если с этим опоздать, то наш росточек может вытянуться. А если там рассада будет вытягиваться, мы используем дополнительное освещение. Я, например, беру вот такую лампочку-прищепочку, и вот оно, дополнительное солнышко для нашей рассады. Кстати, можно эту лампочку приблизить непосредственно к самой рассаде, потому что она холодная у нас, и рассаду не сожгет. Вот. Ну а если рассада уже начала вытягиваться, можно попытаться ее исправить, вот пока она маленькая. Выкапываем вот тут вот сбоку круговую ямку, и стволик вкладываем его в эту ямку. У нас получилась очень коротенькая растеница, и по мере роста рассады старайтесь ее закалять. Вот на улице плюс 7 градусов уже вполне можно вот эту нашу маленькую рассаду выставить на улицу, и только тогда получится хорошая, веселенькая, коренастая рассада. А каждый огородник знает, что именно такая рассада даст нам наивысший урожай.